Я вам хочу представить вот такой объектив, замечательный. Называется он Canon Zoom Lens EF35-135 мм, диафрагма 3,5-4,5. Расшифровывать, я надеюсь, не нужно это. Все понимают, что это значит. Это винтажный объектив. Выпускался с 1988 года по 1990, всего два года. Есть слухи, что выпущено было всего 1000 штук. Но я не совсем верю в такую информацию, но то, что было выпущено очень ограниченное количество экземпляров этого объектива, это точно. Дело в том, что в этом объективе уже установлена асферическая линза. По тем временам это очень круто. Асферическая это просто такая полукруглая, а асферическая это когда центр выпуклый, а края вогнутые. Она трудна в производстве, поэтому асферическую линзу ставят только в профессиональные объективы. Поэтому этот объектив можно спокойно считать профессиональным. Да он и есть такой. Отсутствие аберраций, микроконтраст, цветопередача. У этого объектива на уровне современных объективов L-класса. Асферическая линза полностью из стекла здесь. Потому что существует два способа создания асферических линз. Это вытачивать полностью из стекла. И второй способ, это придумал Тамрон, по-моему, фирма. Это когда к сфере, к сферической линзе приклеивается такая нашлёпка, такая асферическая из акрила. Изображение вроде неплохое, но со временем может произойти помутнение, даже расслоение этой склейки. Что ещё интересно в этом объективе? Да, система зуммирования. Посмотрите. Вот. В народе называется эта система зуммирования тромбон. В английском варианте звучит как push-pull. Переводится примерно тени-толкай. Мне очень нравится эта система зуммирования. Она, считаю, очень быстрая, оперативная. Можно одним пальцем вообще зуммировать. Вот здесь вы видите 35, 50, 70, 100, 135 миллиметров. Вот как бы фокусное расстояние. Дальше что можно интересного сказать? Этот объектив один из первых получил также автофокус. Это получается мануальный объектив, да ещё и с автофокусом. Милое дело. Вот. Когда стоит режим автофокуса, кольцо фокусировочно вращается свободно. Поэтому, если вы будете держать даже рукой его полностью, то не сорвёте никакую резьбу. Вот. Есть шкала дистанций. Канавочка для бленды. Бленда у неё тоже родная. Вот она. Называется Canon EW68B. Редкая. Очень у нас трудно достать на ebay. Можно купить там в районе 1000 рублей, что ли, стоит. Вот. Одевается вот так вот. Крышечку сниму. Крышечка, видите, тоже такой старый ещё дизайн. Вот. В Японии сделана. Ну, вот одевается просто так. Раз. Такой получается объектив с такой блендой. Ну, вот. Резьба под светофильтр 58 миллиметров. Вот. У него металлический байонет, естественно. Кстати, эта крышка тоже, тоже Japan, кстати. Ну, понятно, да. Потому что и сам объектив выпускался именно в Японии. Вот видите, написано Japan. Ну, вот. Что интересно. Ну, вот такая у него открытая диафрагма. Так, как видите. Всё чистенько. Обязательно нужно смотреть. Потому что у этих объективов бывают внутри грибок, бывает плесень, бывает и туман. Надо добавить, что у этого объектива 35-135 есть младший брат. 35-105. У него нет, конечно, сферической линзы, он попроще. Вот у того действительно проблемы с туманом вообще просто катастрофические. Вот. У меня было 9 экземпляров. И у всех был туман. Я даже один заказывал на eBay в Японии. Вот. Было написано Good Condition. То есть, это отличное состояние. Но когда я его получил, посмотрел на просвет, я увидел, конечно, туман. От края к центру, такой, как напыленец, такой, ну, как туманчик такой идёт. Некоторые считают, что это следы конденсатора. На самом деле, это внутренний блок, склеенный из двух линз. Он клеился на желатин. Скорее всего, это разрушается сам желатин. Надо добавить, что у объективов 35-135, в отличие от 35-105, вот туман, плесень, там, грибок встречаются, ну, гораздо реже. Потому что там и склейка уже более качественная. Автофокус у него простой, немножко шумноват, но очень цепкий, быстрый. Вот. Вообще, объектив резкий на всех фокусных расстояниях при открытой диафрагме. Ну, вот, даже мы можем, чтобы послушать автофокус, у меня вот есть такая старая тушка 550D Canon. Ну, вот, мы можем его нацепить. Ну, вот, послушаем. Ну, никакого криминала, все нормально. Вот так вот смотрится сам объектив на тушке. Вот, посмотрите, вот зуммирование такое, вот. На мой взгляд, очень даже достойно. Вот, пожалуй, и все.